Всем привет! Как всегда, спасибо вам за то, что смотрите эти монологи, за то, что пишете комментарии. За комментарии отдельное спасибо. Я их читаю днями и ночами, некоторые даже заучиваю наизусть и бормочу, когда прогуливаюсь по улицам родного Санкт-Петербурга. Так они мне нравятся, так они греют мою душу. Ну, а я продолжаю говорить о тяжелом наследии группы Deep Purple. Вот она. Но не о, собственно, классиках группы Deep Purple, а о том, что было кроме Deep Purple. Например, вот группа Trappis. Это второй альбом Trappis, который можно назвать первым. В 1970-й год группа была образована чуть раньше, и на первом альбоме играли два музыканта, которым не совсем нравилось то, что любил Гленн Хьюз и остальные артисты, составляющие группу Trappis, а именно Мел Гелли и Дейп Холланд. Дейп Холланд известен вам, наверное, по группе Judas Priest, в которую он пришел после Trappis. на барабанах играл, естественно, а Мел Гелли на гитаре. А Гленн Хьюз, понятное дело, что пела, играла на бас-гитаре. И вот эта троица замечательная, она любила тяжелую музыку, хорошую, а двое других музыкантов, которых я не помню, как их звали, но, говорят, они известные, хорошие артисты. Я не всех знаю хороших артистов, совсем не всех. Им не нравилась эта история, и они ушли в команду, с которой начинали работать. Играть более легкую музыку, такую поп-поп-поп-веселую, скажем так. Но зато вот этот второй альбом Trappis, который можно назвать первым в таком звучании родном, он, конечно, удивителен. Он настолько хорош, что я не понимаю, почему на наших толчках в 70-е годы он не был популярен и высоко оценен, хотя, впрочем, на толчках я его и не видел, честно говоря. Как-то мне не встречалась эта группа в те годы, там, 70-е, 80-е, когда я посещал наши черные рынки, которые называются Толчок, у нас в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, всегда так было. Не было этих пластинок там почему-то. Появились они у меня в количестве трех, значительно позже. Но это ничего, все равно лучше поздно, чем никогда. Я очень советую, конечно, всем любителям настоящего хард-рока, настоящего тяжелого рока, а также любителям группы Deep Purple, вне зависимости от того, любят они тяжелый рок или нет, ознакомиться хотя бы с этой замечательной музыкой. Пластинка называется «Медуза», как я уже говорил, 1970-й год. Мел Гелли, Дейв Холланд, Глен Хьюз. Втроем зарубают совершенно адский рок, то, что называется. Но всем известна тяга в Гленна Хьюзах к музыке фанк, и здесь фанка более чем достаточно, а особенно на третьем альбоме, который на самом деле можно назвать вторым, вот этот, который вышел в 1974-м году, называется «You are the music, we just the band Trapeze». Да. Ну, для начала, скажу, группа была дико популярной в Америке, и, как пишут всякие исследователи, всякие журналисты и музыковеды, и критики, что в любом городе Америки эта группа могла собрать любой зал практически в те годы, ну, в 70-м году, да, условно говоря, в 71-м, 72-м, 73-м. Очень хорошо их принимали, и они практически из Америки не вылезали, потому что в Англии как-то было поменьше, так же, как и у Диппёбла, кстати говоря, это тоже группа, получившая все первые большие деньги, всю большую популярность в Соединенных Штатах Америки. Ну, что-то общее, согласитесь, есть, да. Джон Боном был страстным поклонником группы Трапис, и когда они приезжали в Англию, в родную, он даже, как пишут, как говорят, хотя это уже 70-й год, уже был Led Zeppelin, да, и он ездил с ними на гастроли в качестве то ли роуди, то ли шофера, то ли охранника, то ли просто, на самом деле, просто, я думаю, помогал там административными всякими делами, вряд ли он был шофером у Трапис, но, тем не менее, он их дико любил. Группа пришла после выхода первого альбома, который я не знаю, где выходил, я его никогда не слышал, пришла на фирму Threshold, это фирма организованная группой Moody Blues, Джон Лодж послушал записи Трапис, ему понравилось, на удивление, хотя это Moody Blues играют совсем другую музыку, играли, абсолютно не похожую на вот этот тяжеляк, который зарубало трио Трапис, и они подписали контракт, два альбома вышло на Threshold, на Moody Blues фирме, и что я могу сказать, ну, во-первых, Black Cloud первая вещь, я говорю об альбоме Medusa, да, очень похоже, ну, во-первых, там фанк, конечно, присутствует, но фанк в прочтении Глена Хьюза, не пугайтесь, это не Джеймс Браун, это не фанкоделик, хотя я очень люблю это все, мы же говорим о тяжелом британском роке, да, это примерно как Хьюзовский Deep Purple, фанк в полной мере на Black Cloud, жесткий тяжеляк, гитарный, рифовый, но очень похоже на группу Free, что для меня удивительно было, просто, когда я впервые это слушал, просто какая-то вторая версия группы Free, единственное, что потяжелее, значительно, погромче, потяжелее, и манера игры Мэла Галли здесь, она очень похожа как раз на то, что в группе Free мы слышали на гитаре у Пола Кософа, хотя побольше все равно здесь играет Галли значительно, Jury, вторая песня, это просто, простите меня за выражение какой-то в чистом виде Judas Priest, послушайте эту песню, Jury, это вот такое полотно грандиозное, вокал Хьюза похож здесь на Халфорда, мелодии похожи, у меня такое ощущение, что эту песню я слышал у Judas Priest, я не помню, я не очень хорошо помню альбом Judas Priest, кое-что у меня есть, я слушаю иногда, но полное ощущение, что эту песню я слышал у Judas Priest, настолько она похожа, очень может быть, что как-то там пересекались какие-то вещи, потому что собственно Холланд и ушел в Judas Priest из тропис, но она такая мрачная какая-то, не то чтобы оперная, да, я не буду оперная, оперный вокал, там нет, ну какой ухудел за оперный вокал, но построение само, оно такое около классическое какое-то, просто удивительное дело, удивительное, и Off is Alright, это снова фанковые дела, Touch My Life, тоже в сторону фанка движется, а Seafull, замечательная баллада, где Хьюз себя показал уже от души по-настоящему, Maxi Wanna Cry и Maxi Wanna Cry я пропущу, это хорошая тяжелая песня гитарная, а вот Медуза финальная, это бенефис и Хьюза, и гитариста, и барабанщика, и настоящего британского тяжелого рока, это очень хорошая пластинка, я не знаю, почему она как-то где-то в забвении в каком-то находится, второй альбом Тропис, он не менее хороший, чем первый, но он другой, совершенно, здесь еще больше фанка, и фанк здесь очищен уже от хипанства, потому что здесь музыка в общем-то хипанская, такая протяжная, задумчивая, не то чтобы медитативная, но вот в сторону каких-то таких вот размышлений о бренном и не бренном, это не в текстах, это в музыке, вот это вот такое, налет психоделии здесь присутствует, здесь его нет вообще, здесь чистый рок, опять-таки зафанкованный, жесткая гитара, который играет гораздо более конкретные вещи, чем на первом альбоме, хотя там здесь достаточно все конкретно, про простые риффы, я не зря сравнил с группой Free эту историю, но здесь как-то она более стадионна, что и по обложке видно, вот, очень сильным успехом, мощным успехом пользовалась эта группа, все у них было в порядке, и они записали вот этот альбом, не уйдя в поп-музыку, как бы, оставив весь свой тяжелый рок, всю свою британскую вот эту злобную энергию, которая потом перейдет в Deep Purple вместе с Хьюзом, хотя у Deep Purple своей там достаточно было энергии, но она какая-то более плотная, что ли, здесь музыка, более такая конкретная, здесь играет Rotar, Argent на фортепиано, помогает в двух песнях, играет B.G. Cole на стил-гитаре, во второй песне Coast to Coast, очень красивая, не то чтобы баллада, медленная, хорошая песня, а вот Keeping Time первая, это настолько яростный гитарный фанк, британско-хард-рок фанк, который переплюнул здесь все записи группы Deep Purple с Хьюзом, именно по фанковости, по энергии, по зверству своему, песня Way Back to the Bone, последняя на первой стороне, она переплюнула и Deep Purple, и Black Sabbath по яростному гитарному грохоту, они здесь наворотили такого, извините за выражение, тяжеляя, что, ну не знаю, не знаю, одним из эталонов она может стать, британского тяжелого рока, это я серьезно говорю, я не шучу, послушайте вот эту пластинку, она очень хороша, может быть, мелодии не такие цепляющие, как у Deep Purple, да, у Ирая Хип, но ярость, качество игры, звук, аранжировки и серьезность в подходе к сочинению песен, к аранжировкам, то есть без заигрывания с публикой, опять-таки, честно, то, что хотим, то, что думаем, то и играем, what is a woman's role, what is a woman's role, третья песня на первой стороне, быстрая, крутая, тяжелая и очень красивая, пожалуй, для меня, на мой вкус, это самая интересная песня на этой классинке, столько навершин, всяких там хуков, крючков, мелодических наворотов, и что касается мелодических наворотов, здесь более конкретные мелодии у Хьюза, он поет более конкретные прописанные мелодии, потому что здесь он достаточно много импровизирует по вокалу, но за исключением вот этой песни Джулия, о которой я сказал, которая похожа на Джудес Прист, здесь очень много импровизационных моментов у него, когда играется риф гитарой и басом, и вокал там просто летает как хочешь, какие-то, ну, опять-таки, фанкабаблюзовые такие у него построения, подходы, а здесь в целом очень все плотно, очень конкретно, все прописано, можно сказать, что альбом более коммерческий, конечно, этот, но это не делает его хуже, ни на сколько, совсем не делает хуже, он очень хорош, очень мощный и очень зверский. После этого альбома Гленна Хьюза переманили в Дипепл, он ушел, но группа продолжала существовать и в какой-то момент времени туда пришел петь Питер Голби, который потом ушел в Юра и Хип, да, с Голби я не слышал тропис, не знаю почему, но не попадалось. Пластинок этих мало у нас, я не знаю почему, их мало, и те, что есть, они у меня дома, ну или в интернете, в общем, вот еще один тропис у меня есть, это уже без Хьюза, такая пластинка, но я ее не стану рекомендовать никому, если вам понравятся вот эти две, послушайте вот это, это следующий альбом после вот этого You Are The Music You Are Just The Band тропис, это можно сказать третий их альбом, без Хьюза, он такой, ну рок и рок, что называется, что вы хотите, что там за музыка, ну рок, все, больше ничего сказать не могу про этот альбом, если кому-то нравится такая музыка, которая просто, ну рок, рок, ну вот, пожалуйста, послушайте, а вот эти две пластинки, первые, это вообще золотая классика рок-музыки, на самом деле, на самом деле золотая классика, такая же, как Вот The Island, как Deep Purple, как Black Sabbath, то, что в нашей стране они не в топах, это ни о чем не говорит, в нашей стране очень своеобразный подход к оценкам западных рок-групп, ничего в этом страшного нет, так бывает, я пошел пить, пока.